Агентские комиссии, на бумаге мы комиссионеры или агенты, а в жизни мы продавцы и покупатели. Какие виды договоров применяются у нас, если брать классификацию Гражданского кодекса Украины? Ну, в первую очередь, глава 63 Гражданского кодекса посвящена договору о показании услуг, услуги, общее положение. И перевозки, и транспортное экспедирование, и еще целый ряд похожих операций, это услуги, это не работы, ну, это не продажа товара. И экспедитор оказывает услуги своему клиенту, и перевозчик оказывает услуги своему клиенту. И тот, кто хранит, например, товар на складах на ответственном хранении, это тоже услуги. И, следовательно, первая в Гражданском кодексе Украины глава, посвященная договорам о показании услуг, это именно общее положение договора о показании услуг, это глава 63, она вам нужна. Но это общее положение. Там говорится о том, что есть такой договор о показании услуг, в котором есть заказчик, есть исполнитель. Заказчик заказывает и оплачивает, исполнитель обязуется оказывать определенные услуги, которые потребляются в процессе осуществления какой-то деятельности. Ну, потребляются тем, кто их заказал. Далее, конкретнее тоже. Договор перевозки. Глава 64, следующая. Гражданского кодекса посвящена договорам перевозки. У вас на первых 3-4 страницах есть короткие выдержки из Гражданского хозяйственного кодекса по договору перевозки и договору транспортного экспедиа. Глава 64 Гражданского кодекса полностью посвящена перевозкам. И один из вариантов договоров перевозки – это договор перевозки грузов. Это то, что нам нужно. Пассажиры нас в данном случае не интересуют, багаж нас не интересует. Перевозка груза. Статья 909, у вас тоже есть из нее вылез. Следующая глава, глава 65 Гражданского кодекса. Это следующий договор об обязании услуг – договор транспортного экспедирования. Отдельно идет от перевозок. Ни в коем случае не нужно их путать. Не нужно путать в договорах терминологию. Договор перевозки, договор транспортного экспедирования, они существуют всегда рядом, они всегда идут вместе. Никакого экспедирования без перевозок быть не может. Экспедирование – это вспомогательная деятельность. Но договор транспортного экспедирования – это другие услуги. Не те услуги, которые по договору перевозки. Хотя и связанные с ними. А это глава 65 Гражданского кодекса. Еще какие варианты договора могут применяться в нашей сфере? Те, которые предусмотрены в Гражданском кодексе. Довольно-таки редко, но применяются альтернативные варианты договора. Например, экспедитор, тот, который стоит между клиентом, например, грузооправителями и перевозчиком, не хочет работать по договору транспортного экспедирования. В определенных случаях он может заменить другими видами договоров. В первую очередь, договором поручения или агентским договором. Это редко случается. Ну, к примеру, когда мы можем применить агентский договор в сфере экспедирования и перевозок. Например, экспедитор, который хочет в первичных документах, в актах, четко фиксировать размер своей платы, своего вознаграждения. Но не хочет ее показывать клиенту, грузооправителям, потому что стесняется. Такой экспедитор, если ему позволяют условия, в которых он работает, он может перевернуть схему. И он может выполнять поручения не клиента по поиску перевозчика, а наоборот, стать агентом перевозчика по поиску клиентов. И получать вознаграждение за привлечение грузооправителей, заказчиков, перевозок, получать вознаграждение уже от перевозчика. Например, за каждого найденного клиента на перевозку такой-то процент. При этом реальное движение денег происходит примерно так же. Экспедитор, который стал агентом перевозчика, выполняет поручения этого перевозчика по привлечению заказчика в перевозок, заключает с этими заказчиками перевозок договор перевозки от имени перевозчика, принимает по этому договору перевозки оплату, потому что перевозчик поручил ему принять оплату. Эти деньги транзитные и все уходят перевозчику. Перевозчик раз в месяц, раз в квартал выплачивает какое-то вознаграждение или разрешает удержать. Не знаю, подойдет вам такая схема или нет, но некоторые компании применяют. То есть она полностью переворачивается. Вы становитесь посредником не клиента, а посредником перевозчика. Продолжение следует...